привет всем подписчикам привет любителей ланосов точнее обладателей двигатель а15 sms и его модификации устанавливаются устанавливаются опять таки на ланос и на авиа на nexi и так далее восьмиклапанный мотор полутора литровый значит в чем суть это видео будет некая видео рекомендация значит снимаете вы голову потому как я уже много раз сталкивался и последнее время на протяжении уже лет полутора практикую такую вещь то есть снимаете вы головку правильно снимаете постель распредвала вытягиваете или не вытягиваете ну по крайней мере у вас освобождаются гидрокомпенсаторы которые стоят вот здесь под рокерами да они получаются выдавливаются свою очередь и потом вы собираете это все назад если вы их не продавили пытаетесь запустить автомобиль он у вас либо вообще не запускается либо запускается двоих-троих пердит ну не работает почему потому что гидрик у нас вылазит несколько и задавить его ну реально так сразу невозможно то есть наш кратковременно нажимает на него а кулачки у нас как видим вот сейчас в данном положении у нас ни один полноценно не нажат ни один получается вот чуть-чуть 6 начал нажимать и чуть-чуть вот третий ну полноценно никакой не нажимать значит что мы делаем раньше я их продавливал в тисках брал каждый продавливал но это не всегда помогает бывает что его вдавил потом отпускаешь он назад вылез не суть то есть я сейчас делаю несколько по-другому а не теряю время б опять-таки так более удобно вот видим у нас здесь ремешок накинут тремя приемами голову обжал остался четвертый но пока у час буду заниматься мне надо час времени почему час сейчас объясню значит выставляем по меткам все вы в курсе где метки на данных двигателях внизу там само собой ну ладно не суть в общем верхняя рисочка вот у нас сюда должна совпадать это кожух китайский тут немножко идет смещение поэтому на оригинальном она все совпадает на китайском уже чуть-чуть на пол зубчика но отсюда вот здесь должна быть метки на это уже все проверено все верно значит ну в данном случае я чтоб не снимать защиту под домкратил автомобиль и вот могу проворачивать за колесо смотрите что мы делаем представляем себе часы и до цифровать часов вот грубо говоря как у нас здесь в данном случае у нас метка на 12 часов затем следующий цилиндр рабочий ход у нас идет на 3 до это сейчас по первому потом 3 потом 4 потом 2 вот вот в таком месте у нас срабатывает рабочий ход значит что мы делаем берем за колесо или там за шкив кому как удобнее и проворачиваем на пол 2 то есть данном случае вот эта риска должна смотреть на вот эту резьбовую часть так кручу кручу все она она отлично значит смотрите что в данной ситуации у нас происходит в данной ситуации у нас полноценно выжат 3 видите кулачок к низу туда обращен на рокер давид и полноценно нажат 8 то есть два гидрокомпенсатора у нас в данном случае выжимаются под усилием преодолевает усилия пружины преодолевает вот это вот нажатие кулачка и он постепенно продавливается я практикую по 15 минут то есть сейчас вот в пол шестого грубо говоря да без 15 6 я проверну еще на 90 градусов то есть потом у нас будет это на пол пятого вот сюда и вот так вот по 15 минут проворачиваю потом на пол восьмого потом на сколько у нас там пол одиннадцатого ну и все в течение часа мы занимаемся попутной сборкой здесь установка мне сейчас форсунок коллектора заднее колечко под модулем поменять надо всю проводку ну и так далее так прочее то есть вот такой вот получается некий совет который вам сэкономит время и автомобиль вы запустите быстро сразу ну единственная да так как вы продавили гидрокомпенсаторы вполне возможно что они первое время постучат необходимо банально прокачать сделать прокачку системы все такой видосик значит по 16 по шестнарю у меня данный видос есть на данную тему подписчики наверняка его видели то есть это повторение но банально на примере данного двигателя данных автомобилей поэтому надеюсь было полезно кому-то все ребят всем спасибо за внимание всем удачи всем пока